My name is Екатерина Гамова, I'm Sparker, Team Russia. Меня зовут Екатерина Гамова, я нападающая сборной России. Увидимся на fivb.com Как я пришла в волейбол? Меня в волейбол привела моя тетя, потому что она мой первый тренер, который открыл мне этот вид спорта и там, где я начала тренироваться. У меня были варианты, я могла пойти и в гандбол, и в баскетбол, но при этом я все-таки выбрала волейбол. Я играю угловым нападающим, могу играть по диагонали и могу играть игроком четвертой зоны. То есть неважно где, но где-то с краю. Для меня это самый большой вопрос, поэтому я на него, конечно, я спрашивала себя об этом, но не могла найти четкого ответа для себя. Единственное, что я могу сказать, мне безумно приятно. Это признание не только российского волейбола и команды, это признание тех тренеров, которые работали со мной и семьи, которая меня воспитала. Есть ли у меня кумир? Нет, у меня нет кумиров. У меня есть люди, которыми я восхищаюсь в спорте, но это не кумиры. Их поведение на площадке, на кортах, на рингах, то есть их заслуги, их стремления, то есть много качеств, с помощью которых люди добиваются высоких целей. Это и Саша Карелин, и Лебзяк-боксеры, и наши заслуженные волейболистки, которые много выигрывали. За что я люблю волейбол? Сложный вопрос. Ну, за то, что это моя жизнь, за то, что без него я не вижу смысла в своей жизни. Это моя работа, это моя, ну, скажем так, любовь в моей жизни, наверное, скорее всего. И то, без чего на данный момент я не могу жить, и от чего я не откажусь, ну, в ближайшее время точно. Волейбол позволяет воспитать в себе человека с сильным характером, с человеком, который умеет добиваться своих целей и переступать через какие-то трудности. Есть ли у меня приметы? Да, есть, у каждого спортсмена есть. Много я, наверное, о многих я, наверное, говорить не буду, но возьмем на то, что я играю всегда под 11 номером. Последние лет 10-11. Ну, у каждого, наверное, свое, и это личное, но есть такие маленькие приметы, да. Я всегда стою с нашим капитаном Машей Бресенко рядом. Сижу с ней перед выходом на площадку и на построении всегда рядом. Ну, мы в это верим. На каждом, наверное, этапе жизни, на каждом этапе пути для тебя есть какая-то важная победа и важный матч и важные соревнования, которые ты всегда будешь помнить и никогда о них не забудешь. Можно помнить хорошее, можно помнить плохое. Две победы на чемпионатах мира, причем на двух чемпионатах мира подряд. И, конечно, самое большое разочарование – это проигрыш в двух финалах Олимпийских игр. Тогда, когда нам до золота оставалось совсем чуть-чуть.